начнем с вами с истории жизни вы любите истории жизни сегодня вам расскажу историю не так давно я проснулся ночью от голоса в помещении папа не страшно вас было такое что в детстве чего-то боялись и вот ночью мой сын он такой же взрослый гриша а где кстати гриша сейчас придет гриша так вот этот гриша он решил спать на отдельной кровати но ночью он проснулся со словами папа мне страшно еще в таком случае я могу ему предложить как вы думаете иди ко мне для сегодня наша тема она будет посвящена когда бог молчит как нам поступать когда нам страшно нормальные переживать время какое-то скажем так жизни какие-то страхи естественно это для человека или не естественно к сожалению это естественно обретаете ли вы мир в сердце то сознание божьего присутствия вашей жизни когда гриша приходит ко мне ночью добирается ему фонариком еще свечу он добирается до моей кровати и он ложится и уже ему не страшно и он засыпает очень хорошо когда мы когда нам страшно правильно еще обратиться когда людям страшно что они делают они пьют антидепрессанты вы знаете это же здорово напиться таблеток и стало легче да кто-то алкоголь кто-то еще что-то да но решает ли это проблемы или нет есть та личность которые заинтересованы в нашем благополучии наш небесный отец мы рассмотрим сегодня библейские истории где мы найдем решение как слово божье учит нас находить решение той или иной ситуации так как управлять судьбой 13 часть когда бог молчит сегодняшняя тема очень интересная когда бог молчит вам нравится когда бог молчит вашей жизни очень хочется быстрее бог отвечал да но почему бог молчит вот это есть какое-то объяснение там или этом объяснение нет он знает чего мы не знаем хорошо мы с вами будем разбирать библейскую историю продолжаю историю жизни иосифа его братьев я предлагаю вам прочитать отрывок из бытие 42 главы с 25 стиха будем читать и приказал иосиф наполнить мешки их хлебом а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу так и сделано с ними они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда и открыл один из них мешок свой чтобы дать корму ослу своему на ночлеге и увидел серебро свое в отверстие мешка его и сказал своим братьям серебро мое возвращено вот оно в мешке у меня и смутилось сердце его и они с трепетом друг другу говорили что это бог сделал с нами и так о чем думали девять братьев иосифа идя домой с мешками пшеницы с найденным в одном мешке серебром что они думали в это время они испугались и они начали задавать вопрос даниила какой что бог сделал с нами почему не вспомнили о боге грех был в душе за иосифа да есть такое мнение как вы думаете почему они вспомнили о боге вообще когда что-то происходит вы говорите о это бог что-то мне делает посмотрите какая хорошая реакция очень правильная ли реакция во всем видеть божью руку правильно это реакция или неправильно смотрите что-то пошло не так вы говорите слушайте ну видать вот что-то господь какой-то план имеет идет все правильно вы понимаете о господь благословляет здесь смотрите они что как они задают вопрос об этом что это сделал с нами бог что это бог с нами сделал они чувствуют да так вот они понимают что что-то как будто бы не так и так как вы думаете какие были лица братья мне очень хочется чтобы знаете эту каждую библейскую историю мы могли пережить с вами вот представьте что вы среди этих братьев находитесь и вы поворачиваетесь смотрите на их лица какие у них теперь лица радостные или нерадостные наверное была какая-то страх на их лице растерянность какая-то да каждый из них наверняка анализировал свою жизнь думая о том где найти защиту теперь что им делать потому что им нужна пища она есть только в египте начальник предводитель фараона до который там находится он со своей стороны оставил там старшего одного из братьев их не вода заложники да теперь получается они идут домой находят еще из серебро идти думают кто решит эти проблемы решать же их надо или можно не решать и они начинают понимать что что-то не так что в этой ситуации есть какой-то божий промысел но они радуются этому божьему промыслу или нет вот эти библейские истории для кого они написаны друзья когда в нашей жизни что-то идет не так как мы запланированы мы понимаем боже да почему же это происходит вы слышали такие выражения высказывает вопросы да почему же это все и в этот момент люди радуются или нет когда такой вопрос задают наружение радуется да в этот момент на ничего-то переживаю я не думаю что что-то пошло не так боже да за что же мне это все мне очень хочется друзья так как мы знаем вы знаете результат чем это все закончилось этой истории но история-то про кого она друзья про на чтобы когда нам будет тяжело мы вспомнили что у них тоже было им тяжело тоже они переживали тоже волновались но кто был рядом с ними в это время бог и все это было допущено богом для их блага или для их проблем для их блага когда у нас проблемы в жизни то это для чего допущено для нашего блага друзья все что происходит оно не случайно и мы со своей стороны должны доверять богу помня что раз так произошло значит так надо раз так произошло значит мы потом поймем почему это произошло но сегодня какая реакция нас должна быть что мы должны делать надо быть спокойными и благодарить бога вы вообще благодарите бога когда у вас проблем а почему тяжело я расскажу историю я вам расскажу одну историю я не знаю как-то я рассказывал однажды к ване гологаеву в москве у них там санаторий есть и к ним в санаторий ехали две сестрички две бабушки миссионерки они такие пожилые там им за 60 лет пожилые бабушки таким но не евангели такие литературные евангелисты надо да ну может быть сестрички наши первые ряда тоже и вот представляете они знали что там проходит богослужение в субботу они приходят туда там ворота закрыты и что остается делать бабушкам миссионеркам евангелистам ничего не остается когда им за 60 они друг дружку подсадили перелезли через забор и залезли таки туда когда они пришли на служение они там оказывается там дверь была калитка совсем рядом была не не нашли калитку но зато через забор миссионерки чем делать находчивые бабушки так вот интересно что эти бабушки рассказывает там про жизнь что так сказали истории и вот одна из них говорит вы представляете мы с ней идем распространять литературу и кушаем яблоки и она кусает и и зуб вырывается у него представляете она поворачиваться зубы вы радуетесь когда зуб вырывается и она говорит слава богу зуб вырвался теперь я какому-нибудь стоматологу о христе расскажу но она не так говорила слава богу теперь я со свистом потому что зуб это нет уже одного знаете это интересно можем ли мы быть благодарны богу когда у нас сложность так и произошло она рассказала человеку о спасении а используем ли мы наши жизненные трудности для того чтобы проповедовать о христе или мы когда что-то происходит боже да за что же это мне я миссионер и зуб выпал я бы как я бы так на реагировал да за что это обида проблема знаете понимаю что это может быть поверхностная какая-то проблема до нашей жизни у каждого своя будет проблема друзья постарайтесь каждой ситуации видеть божье водительство это все не случайно если вы свою жизнь доверили богу и у вас происходят трудности не ропщите не жалуйтесь а постарайтесь даже верой просто верой скажите господи я не знаю зачем я не знаю почему но я знаю тебя ты никогда ничего плохого не делать значит так надо и значит так будем принимать и так но у них была проблема этих братьев какая проблема у них было легко ли было обращаться к богу за помощью когда у тебя не раскаянный грех и чувство вины чувство вины подсказывает тебе что у тебя не раскаянный грех а вот обращаться к богу в этот момент легко или нелегко вот я хочу чтобы вот этих историях мы могли научиться правильно понимать всегда есть лучшее решение это лучшее решение господь предлагает для каждого из нас чтобы нам легко обращаться с богом это также сам как нашими друзьями представьте вы друга обидели чем-то вы обидели друга что-то ему сделали неприятное и вы вам не хочется этим другом общаться был у вас когда-нибудь такой или с подругой подругом легче тут все больше напереди сидят так вот чтобы вам сестрой потом легче было что нужно сделать примириться сказать послушай ты извини я где-то что-то не так сделал и подружка настоящее простит вас или нет посмотри конечно там натворили но в целом в основном прости да наверно скажем бывает а мы все так вот у нас тем более когда мы говорим отношениях с богом если вы чувствуете сегодня что у вас что-то разделяет с богом ничего другого не может разделять человека с богом кроме греха можно сказать господи может быть я даже не помню что я что-то что-то произошло подскажи мне что мне сделать чтобы наши отношения восстановились потому что бог 1 протягивает нам руку это дух святой напоминает нам что что-то не так это он заинтересован в нашем благополучии, и нам нужно лишь только покориться и сказать, что Господи, я готов пересмотреть свою жизнь, помоги, подскажи. Итак, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот простое решение, друзья. Дает Бог нам ответы в трудные минуты. Всегда. Если вдруг вы согрешили, а есть хоть кто-то, кто не грешил никогда. Вот там заднюю руку вижу. Или это просто вы посетили? Есть только Христос не грешил, да? А мы все согрешали. И вот если мы согрешали, то что нам теперь сделать, чтобы наши отношения с Богом были? Если исповедуем грехи наши, а что такое исповедуем грехи наши? Давайте вот мы с вами разберем. Признаем. Нужно по имени назвать. Назвать по имени, а еще что надо сделать? Если тут сказать, что поражение, поражение, ну вот такой пример расскажу. Однажды одна девушка, мы жили в Москве тогда с моей женой, и в это время одна девушка там попросилась знакомая, ей поздно было возвращаться домой, она у нас в гостях была, и решила остаться у нас приночевать. Она осталась ночевать у нас, и на следующий день она разбивает одну мою вещь. Ну вот разбилась, просто разбилась, ее не склеишь, ничего не сделаешь. И она, знаете, что мне говорит? Ой, прости, там я разбила, и пошла. Вам легко было бы или нет? Простите ее. Ну легко же вроде, она же попросила прощения. Ну кто теперь ее укорит, что она не попросила прощения, да? Попросила? А вам от этого легче стало? Вот мне, как вы думаете, стало? А осадок какой остался у меня? Ну я вам скажу, что то, что она разбила, она стоит в районе 50 рублей. Но было неприятно, что она разбила, я, знаете, сказала, слушай, если бы она сказала, слушай, я разбила, прости, давай я верну деньги. Я бы сказал, не надо денег, мне бы этого было достаточно. Просто человек понимает свою ответственность. Приятно же, когда увидишь, что человек понимает. Или когда он говорит, прости, там, и пошел. Подожди, стоп, 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 а вот это, что ты разбил? Ну давай я подмету. Нет, 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 подмету, этого мало. Верните мне это, да? Вам же хочется, чтобы вернули, или вам хочется, чтобы просто вам сказали, ой, прости, я твою машину разбил, а, и пошел. Стоять, мурзик, да? Вот в этом случае мы как хотим. Мы хотим, чтобы человек компенсировал. И в данном случае, если мы говорим о покаянии, то если вдруг какой-то у нас есть грех, где мы что-то украли, кого-то обманули, с кем-то нечестно поступили, кого-то обидели, унизили, мы должны примириться с этим человеком, восполнить эту утрату. И мы должны сказать, ты знаешь, ты меня прости, я разбил твой там, этот, я его компенсирую, ты уже извини, что я где-то так неаккуратно повел себя. Все равно вина на нас еще остается, потому что мы же не справились. Даже человеку ты вернешься, все равно у него будет, ему будет некомфортно. И вот в этом вопросе мы понимаем, что Бог, он нам дает решение, которое точно работает. Как в отношениях с Богом, так в отношениях с людьми. Как в отношениях с людьми, так в отношениях с Богом, друзья. И в данном случае он говорит, «Если исповедуем грехи наши, то он будучи уверен и праведен, простит нам». Исповедание греха подразумевает раскаяние человека и больше его не повторение. Тогда это раскаяние человека. Итак, что переживал Иаков, когда потерял Иосифа, наступил голод, сыновья отправились в Египет за пшеницу. Что он в это время переживал? Вот вы представьте, вы, Иаков, вы потеряли любимого сына. Потом наступает в стране голод. Вы отправляете своих детей, они уходят, и уже время, они не возвращаются. Вы посчитали, что они уже должны были вернуться. Но вот уже прошла неделя, а их все нет и нет. Вы бы переживали или нет? А вы бы молились о ваших детях в этот момент Богу? Да, молились бы. А разговаривал ли Иаков в это время с Богом, как вы думаете? Наверное, да, если он был верующим. Задавал ли вопросы Богу он? Я думаю, задавал. А о чем просил Иаков Бога? О чем бы вы просили на месте Иакова Бога? О чем бы его просили? Хотя бы в живых не было. Ну, пусть без еды даже, да? Нет, я думаю. Вообще правильно, о чем просили бы? Наверняка, чтобы сыновья поскорее вернулись живыми, здоровыми и с едой. Это же план максимум, нам надо план максимум изначально. И это нормально было. А что произошло, друзья? Ответил Бог на их молитву или нет? Ответил. Ответил ли Бог на молитву Иакова? Они же пришли. Они пришли еще. Все сыновья ели. Что, что они еще? А сколько их пришло? Сколько их ушло? Давайте, раз вы эту историю так помните плохо. Сколько их ушло за едой человек? Десять. Спасибо, Давид. А вернулось сколько? Девять. Девять. Ну как, вы были рады были? Да хоть девять вернулись, то слава. Заходите, ребята, все нормально, да? Или бы вы переживали? Они же бы рассказали. Да, они-то... Конечно, это успокаивает, если вам объяснили, почему вы в тюрьму посадили. Все нормально. Фух, а жалетно легло теперь. Теперь я хоть знаю, за что он сидит, да? Было ли спокойно сердце Иакова или он чувствовал приближение беды? Нет. Есть у вас тревога, думая о будущем, друзья? Вот теперь развязка нашей проповеди, да? Вот эти проповеди, как управлять судьбой? Как это правильно все организовать? Как поступать, когда Бог, казалось бы, молчит? Что происходит? Можем ли мы переживать, или мы не должны переживать? Есть в Слове Божьем, да, подсказки. Как относиться к будущему, бояться его или доверять его Богу? Слово Божье говорит, что люди будут издыхать от страха ожидания бедствий грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Вам нравится такое будущее? И в этот момент, если мы сегодня научимся быть зависимыми только от Бога, пугает ли вас такое будущее? Когда другие будут издыхать от страха? Знаете, я когда был маленьким, я помню, ну как маленьким, лет 9 мне было, я помню, прихожу в гости к моим друзьям, а их мама говорит, тебе нельзя сюда. Я говорю, как это нельзя? Она говорит, они заболели простудой. Я говорю, и что? Она говорит, и ты можешь заразиться. Я говорю, я думаю, я в школу не пойду, это же радость для меня. Я говорю, так и ничего страшного. Я наоборот, с гостями посидел, подружил. Я говорю, не, я помню, они так удивились, эти мальчики, они так были воспитаны, если ты болен. Изолирует. Я понимаю, я не против того, что когда человек действительно какой-то заразный болезнен. Ну, представьте, в детстве, вспомните наши 90-е годы, это 80-е, когда гриппом болели, какими-то такими простыми болезнями. Я понимаю, что есть опасный, оспа там еще что-то, конечно, мы должны берегать, да. Но в той ситуации, я помню, я пришел к моим друзьям, мне не страшно было с ними. И они зато, потом я помню, я заболел как-то, и их мама сказала, знаете что, ну, раз Виталик приходил, можно и вам пойти к нему. Для них это было такое что-то новое откровение, знаете, что люди сегодня, когда они видят болезни, они боятся, они начинают, перестают дружить, общаться, они, страх от этого можно, а вдруг вот это произойдет, а вдруг вот то произойдет. Но верующие люди, они не будут издыхать от страха. Мы будем понимать, что да, надо быть осторожными, да, надо быть бережливыми, но при этом, страх не должен наполнять наше сердце, потому что любовь Божия изгоняет всякий страх, друзья. Есть ли у вас страх о будущем, думаю, когда вы думаете о будущем? Нет. Нет, и говорите честно, две минуты назад вы говорили, что да, страшновато вообще в будущем. Так вот, друзья, если у нас есть страх сегодня, то это по-человечески, это нормально. Но, Христос не хочет, чтобы у нас был страх в сердце. Вам нравится эта проповедь вообще? Что сегодня вы выйдете после этой проповеди, зная, что Господь изгонит всякий страх из вашего сердца, если вы будете доверять Ему. Вы принимаете решение, бояться вам или не бояться. Знаете, разные реакции у людей бывают, когда люди там вдруг что-то выпрыгивают, вот идете вы по улице, и вдруг выпрыгнула на вас мышка какая-нибудь, или крышка. Как вы реагируете? Ну, крысу, вы видели, когда она говорит крысу? Кто-то визжит, вот подсказывает мне, да, вот Давид тоже видел крысу, Ты когда ее видишь, тебе хочется ее погладить, как кошечку? Как-то почему-то не хочется. Вот мы буквально вчера с Даниелой пошли гулять, и когда мы с ней там гуляли, проходили, вдруг мы увидели, знаете что, милая такая змея вылезла. Ну, вот такая была милая. Где Данюша, чтобы она подтвердила мне? Вот такая вот змея. Ну, это оказывается не змея, а этот красный такой, как он называется? Ну, типа уш местный, да. Какой-то ящер, как его называют еще? Лар. Плавр? Да. Плавр, говорят, вышел плавр, выполз. Выползает этот плаврс, и как вы думаете, реакция моей дочери какая была? Уу, она вскрикнула от радости, да, наверное, уу, давай ловите его, папа, да? Какая реакция? У кого-то реакция спокойная, у кого-то, и вот какая наша реакция, когда с нами происходит что-то не так? Когда я учился в школе, это у нас был урок, урок музыки был, уроки музыки, учительница вышла, нет, не вышла, она была в классе, и вдруг вышла мышка наоборот, она вышла из своей норки, в центр класса, учительница наша по пению, ну, учительница по пению, что она должна делать в таких случаях? Громко запела, из класса, но она ближе всего к двери была, я легче всего было выбежать. В это время, вы знаете, что происходит? Наши, мои одноклассники, а у нас такие одноклассники, спортсмены все были, мастера спорта по самбо, там по вольной борьбе, там еще кто-то по боксу, кто-то что-то, и в этот момент все подпрыгивают, кто куда разбегаться, и один мальчик был у нас в классе, который был такой, тише травы ниже воды, это был Миша Рафальский, Миша, он такой спокойный мальчик, его никто не замечал, он знаете, что делает? Он бросается на эту мышь и руками ее ловит, я был в шоке, такие смелые ребята, которые там, знаете, шли драться, там ничего не боялись, разбежались все, а он такой мальчик, который тише травы, он бросился на эту мышку и поймал ее, вы представляете? Я в шоке был, дикую мышь поймали, я тоже вроде отважный был, но когда мышь увидел, что она большая эта мышь или небольшая? Ну вот такусенькая, на что там этой мыши, да? А мы же такие все смелые. Знаете, друзья, вот так мы будем смотреть потом, в будущем, оглядываясь на наши прошлые проблемы, что это была, такая мышь вылезла, какая, ну, ну какая, ну вообще-то вот такая, ну такусенькая, маленькая, но нам на тот момент казалось, ну такая мышь вылезла, да? Мы когда с Данюшей гуляли, Данюшей было 2,5 года, и вдруг выбегает такая собака, большая собака, я говорю, о, доченька, смотри, какая собачка, она говорит, это не собачка, это собачище, она говорит, о, огромное собачище, да? Я-то как бы успокаиваю ее, знаете, хочу сгладить, что-то, посмотри, какая миленькая собачка, да, хотя там реально, там такая собачка была. Так вот в нашей жизни, друзья, когда выбегает какая-то собачище, то в глазах неба она кто? Она милая собачка, в глазах неба пушистенькая мышка, у вас были хомячки? Вы боитесь хомячков вообще? А какой парадокс, сказалось, что да, кто-то боится, я думал, все скажут, нет, конечно, я подобрал пример такой хороший, что вы мне сорвали все, Вера? Я животных боюсь. А, вообще боюсь всех, Так вот хомячок, его все любят хомячка, его на ручки берут, а мышка тоже хомячок, только с длинным хвостом, по сути, и она тоже такая же добрая, ее бояться не надо, но в нашей жизни, когда какие-то трудности, у нас есть страхи, что что-то пойдет не так, друзья, научитесь доверять Богу, смотрите глазами неба, что это всего лишь мышка, всего лишь какая-то там собачка вышла в вашей жизни, не бойтесь, потому что Божья любовь изгоняет всякий страх, и вот жизни Иакова, который был верен Богу, которого были трудные ситуации, он со своей стороны боялся, мы же, друзья, можем на его примере жизненном научиться не бояться будущего, не бояться страхов, который дьявол пытается нас запугать, чтобы жизнь казалась нам невыносимой, чтобы она казалась нам тяжелой, трудной, а Бог говорит, не переживай, это все тебе на благо, должны бояться будущего, и так я вспоминаю историю с Гришей, что когда вам страшно, что надо сделать, что сделал Гриша, когда ему страшно, что он делает? Папа, папа, мне страшно, друзья, когда вам страшно, что делаете? Повторяйте опыт Гриши, просто повторите вот это, папа, мне страшно, услышит ваш папа? Ну, если я, можно сказать, глуховатый парень, который ночью спит и ничего не слышит, как только я слышу голос моего сына, я что делаю? Я сразу же просыпаюсь, но если бы я рядом, знаете, как у нас было, когда я историю привожу, когда Даниэла еще, не, Гриша маленький был, когда Гриша маленький был, и он просыпался и кричал, то я нежно толкал жену в бочок, и говорил, дорогая, тебя зовет Гриша, потому что в тот момент Гриша, кроме молока маминого, ничего не надо было, а теперь уже и папа сгодился наконец-то, что ночью можно уже к папе прийти, так вот, друзья, то же самое в нашей жизни, когда у вас какая-то трудность, вспоминайте Гришина предложение, вспоминайте решение от Гриши, «Папа, мне страшно», и ваш небесный Папа обязательно о вас позаботится. В любви нет страха, но совершенной любовью сгоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Господь говорит, не должно быть никакого страха, и сгоняйте его, помните, что если вдруг вам страшно, то значит пришло время сказать, «Папа, мне страшно», и этот страх уйдет. Слово Божье дает нам надежду и уверенность, чтобы мы не боялись. Итак, и вот Яков слышит радостные крики детей, возвращаются, возвращаются, представьте эту историю, что вы живете, вот вы живете в этом обществе с Иаковым, и вдруг уходили эти отцы, когда отцы ушли, остались женщины и дети, может быть там пожилые старики какие-то еще, и вот они видят, идут, идут, радостно это было или нет? Наконец-то увидели караван, этот издалека идущий, радость, радость-то какая-то. Иакар с радостным лицом поспешно выходит навстречу своим сыновьям, представляете эту ситуацию? Дети обнимают своих отцов, были уже дети на то время у этих сыновей? Да, дети бегут, обнимают, все рады, были с радостными возгласами, но вдруг, вдруг все замечают, что дети Симеона испуганно бегают от одного путника к другому и начинают плакать. А почему они плачут? И они спрашивают, а где наш папа? А где мой папа? Мама, где наш папа? Как вы думаете, что переживали в то время дети эти? Легко ли было детям, когда другие папы пришли, а их папы нет? Знаете, сегодня большая трагедия, когда папы уходят из семьи, когда папы принимают решение бросить маму вместе с детьми и уйти. И когда после школы за семьей приходят папы там, а за кем-то приходит только мама, и папа так и не приходит. И вот этот ребенок, он может спросить у мамы, мама, а где папа? Или другая ситуация, когда сегодня война разлучает семьи, и когда дети, они не могут увидеть папу свой. Я скажу, что очень большая ответственность лежит на папах, и они должны со своей стороны сделать все, чтобы никогда этот вопрос не задавали дети мамам. И вы видели испуганного и потерявшегося ребенка? Вы когда-нибудь видели, когда ребенок теряется, когда он ищет глазами, где же те родные лица? Увидели ребенка, который прощается с папой и не знает, увидит ли он его когда-нибудь снова? Я видел видеоролик, когда в Украине началась война, и когда поезда уезжали в сторону Польши, и мамы с детьми на руках, которые садились в поезд, и они детям обещали, что они обязательно вернутся. А дети плакали и не знали, вернутся ли их папы. И мамы либо сдерживали слезы, а может и не сдерживали слезы. Сатана украл у нас нашего небесного отца. Сатана оболгал Бога, и мы потеряли небесного отца, и считаем, что с сатаной нам надежнее даже может быть, с ним веселее, с ним радостнее. Но наш небесный отец по-настоящему любит нас. Помните все иллюстрации, когда Соломон только стал царем, и в это время ему пришли две женщины с вопросом. Одна женщина прижимала к себе ребенка, а вторая говорила, она забрала моего ребенка, это мой ребенок, она его себе забрала. А та говорит, это мой ребенок, это мой ребенок, ее ребенок умер, это мой ребенок. И царь Соломон послужил одну, послужил другую, говорит, послушайте, воину, говорит, принесите сюда меч, они приносят меч, он говорит, разрубите ее пополам, одному отдайте одну половину, одной, а другой, другую половину. И что в этом мне сказала одна женщина? О, так это справедливо будет, давайте, да половину мне, половину ей. А вторая что сказала? Стоп, 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 отдайте лучше ей. Вот забери ребенка. Что тогда сказал Соломон? Узнал он, кто такая мать? Вот сегодня тоже происходит с дьяволом, друзья. Когда дьявол называется своим, знаете, заботливым таким существом, и он уничтожает людей. А Бог говорит, я все сделал, чтобы ты жил. Я все сделал, чтобы ты жил, друзья. И вот насколько мы сегодня убеждаемся в том, что любовь Божья, она может решить все наши проблемы. Мы должны сегодня слушать больше Бога, чем людей. Это очень важно, друзья. Сегодня у детей воруют их пап под разными предлогами. И мне хочется почтить память погибших в войне в Украине. И я приглашаю, друзья, чтобы вы молились за тех, кто сегодня пропал без вести. Я молюсь об этих людях, которые попали, вынуждены были, оказались кто-то в ситуации такой. Кто еще может быть жив и находится в плену? Молиться за родителей, жен и детей, ждущих своих родных живыми. Молиться за тех, кто потерял в этой войне родных, отцов, матерей, мужей, жен, детей, братьев, сестер, близких и друзей. И мне хочется сказать, друзья, не теряйте веру, что ваши родные перед смертью, если вдруг так получилось, что они погибли, что они перед смертью приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И что они воскреснут, когда Иисус Христос придет во второй раз, чтобы забрать своих спасенных на небо, где не будет ни войн, ни болезни, ни смерти. Верьте Иисусу Христу и научите верить своих детей, верить в любящего Бога, который отдал самое большое сокровище, своего единородного сына, чтобы вы и ваши родные имели вечную жизнь. Не теряйте веру, но если даже вам не суждено будет встретиться на этой земле живыми, вы встретитесь при воскресении праведников. Вашу боль может понять и помочь пережить ваш любящий Отец Небесный. В Слове Божьем сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо он не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Небесный Отец никогда не оставит вас. Знаете, сегодня непростое время мы живем. Сегодня время, когда очень много лжи, обмана, когда сегодня погибают люди просто ради какой-то идеи, группы людей. И я скажу, что верить нужно только Богу, и верить нужно Его Слову. И нужно просить Его о помощи, потому что Господь может остановить и войну, Господь может вернуть живыми человека, Господь может воскресить человека, даже на операционном столе. И я скажу, что наша дружба с Богом, она делает нас свободными от всех страхов. Бог силен совершить любое чудо и воскресить и спасти. Вы знаете, вот этот разбойник на кресте, вы помните, когда на Голгофе рядом с Иисусом было два разбойника. И один разбойник хулил Христа и смеялся над Ним, а второй разбойник сказал, что помяни меня, Господь. И Бог ему что сказал? Истинно. Истинно говорю тебе ныне же. Будешь со мной в раю. Молитесь за своих родных и близких, друзья. Молитесь, чтобы если даже и суждено им будет лишиться жизни, то пусть они лишатся жизни со словами покаяния и обращения к Богу, чтобы в вечности они оказались. Потому что дьявол делает все, чтобы погубить большее количество людей. Но Бог дает нам такое спасение. Вы знаете, когда я был в Москве, я помню, еще жил тогда, и в какой-то момент я, размышляя над событиями последних дней, Вестница Божия пишет, что перед пришествием Христа очень многих людей Господь успокоит. Так как будут очень тяжелые испытания впереди, то Господь успокоит стариков и детей. И очень много людей погибнет до того, как начнутся гонения. Я думал, Боже, а почему ты не можешь сохранить этих людей, наоборот? Это же логичнее. Зачем вот они успокоятся? Ну, хотелось бы, чтобы, наоборот, все выжили. И знаете, мне пришла такая мысль, а ты вообще веришь в воскресенье? Вы верите вообще в воскресенье? Если есть воскресенье, то смерть – это всего лишь сон. Не бойся. А то, что я успокаивать буду людей, то я защищу их, чтобы дьявол не смог с ними ничего сделать. Не смог им сделать никакого вреда. Я сохраню их. И я воскрешу их. Знаете, друзья, нам нужно, но для того, чтобы воскреснуть, нам нужно обязательно принять спасение, которое Бог предлагает. Поверить в Его любовь и принять Его искупительную жертву. Он наш Небесный Отец. Он умер за нас, чтобы мы имели жизнь вечную. Он занял наше место на Голгофе, чтобы мы заняли Его место на небе, друзья. Это великая любовь. Бог умер за своих детей. Итак, Яков смотрит на сыновей, но на лицах взрослых мужчина читает страх и вместо приветливого взгляда видит опущенные вниз глаза. Они ничего не говорят заплаканным детям и испуганной жене Симеона. Боль пронзила сердце Якова, и он вспоминал, как однажды, с такими же лицами его сыновья вернулись, но без Иосифа. Радость встречи сменилась тревогой и болью. Представьте состояние вот этих людей в тот момент. Как бы вы себя чувствовали в тот момент? Когда взрослые мужчины, которые привыкли решать проблемы и умеют решать проблемы, когда они с опущенными лицами, с опущенными вниз глазами, и в этот момент женщины, которые рассчитывали, что их мужья, но они сейчас решат проблему. Возникло, они же решат. А решить они не могут ее. И что остается в такой ситуации? Говори. Папа, мне страшно. И они в тот момент должны были бы найти решение только в одном. И я скажу, те, кто так обратился, они нашли утешение. Весь стан собрался вокруг них, жадно прислушиваясь к их рассказам. Тревогой и волнением наполнили каждое сердце. Сыновья Якова рассказывали, что с ними произошло в Египте и почему Симеона с ними нет. Давайте прочитаем, что об этом говорится. С 29 стиха. И пришли к Якову, отцу своему, в землю ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря, начальствующий над той землей говорил с нами сурово и принял нас за соглядатые в земли той. И сказали мы ему, мы люди честные, мы не были соглядатыми. Нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле ханаанской. И сказали нам начальствующие над той землей, вот, как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите. И приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его, в мешке его, и увидели они узлы серебра своего, они и отец их и испугались. И так они рассказывают эту историю. Когда они рассказывали эту историю, наполнялось ли сердце радостью или страхом наполнялось? И волнением? Страхом и волнением. Знаете, ну вот представьте, что вы оказались среди них там. И вы знаете, что на самом деле это Иосиф. Это Иосиф. И что скоро все будет хорошо. Но нужно было пройти еще испытание этим братьям на покаяние и верность. И хотелось бы их ободрить. Но нужно было просто что сделать? Помолчать и подождать. И тема нашей проповеди сегодня, когда Бог молчит. Знаете, нам кажется, когда мы молимся и просим о чем-то, если Бог не отвечает так, как мы хотим, то Бог не решает проблему. Но наоборот, Бог гораздо лучше решает проблему, друзья. Он решает ее, если мы обратились к Нему. И пока Бог молчит, как нам кажется, Он уже решает нашу проблему, друзья. Итак, идем дальше. Чего испугались братья Иосифа и Якова, найдя серебро? Чего они испугались? А ты, Давид, что думаешь? Почему они испугались? Если бы вы нашли серебро, ну или, предположим, там 500 евро, вы бы испугались или обрадовались? О, какая церковь живая у нас. Да, да. Смотря какая сумма, простите. Да, купюра. Если бумажка-подделка, а что за ситуация? Ну, я представляю ситуацию. Идете вы и смотрите 500 евро. Вы думаете, сегодня у меня плохое настроение. Наступили на эту бумажку и пошли дальше, да? Или наоборот, радость, ох, как хорошо еще 500 евро. А в какой ситуации вы бы не радовались, вы скажите мне? Ну, если бы можно, если бы сосед нашел 1000, вот тогда бы уже действительно, там бы аж сердце разорвалось от боли, да? А? Пример. А вот это уже будет тяжело, поэтому лучше не брать, чем брать, а потом расставаться опять с ней, да, чтобы отдать кому это было. Я расскажу историю такую. Мой папа рассказывал. Мой папа впервые поехал в Турцию. Это было, я не знаю, там, когда, лет 10 назад, наверное. Он говорит, мы поехали в Турцию с братьями-пасторами. И говорит, идем мы по улице, идем-идем, я с каким-то братом иду. И вдруг я смотрю, лежит кошелек с деньгами. И смотрю, людей нету, я смотрю, этот кошелек, а рядом со мной еще один брат, наш пастор. И он опережает меня. Вы видели, пастора, опережающего пастора. Тот пастор и тот пастор. Так вот этот второй пастор опережает папу, ногой бьет этот кошелек, и он летит куда-то там в сторону, кто-то... И папа говорит, что ж ты делаешь-то? Я бы лучше забрал бы себе, наверное, да? А в этот момент, как только вдруг из-за углов вылетает несколько турков, они начинают орать, руками махать и бегут за этим кошельком. А этот пастор, который опередил папу, он ему говорит, они что делают? Они бросают кошелек, в нем оставляют там, ну, по мелочи, мелочь всякую, денег. И потом, когда человек поднимает, они сразу толпой выбегают и говорят, у нас деньги пропали. О, кошелек, там денег больше было. И человека заставляют вывернуть все свои карманы и отдать денег, чтобы... И так вот они зарабатывают деньги. Хорошая история. Как вы думаете, теперь папа уже радовался, что с ним пошел этот брат? В тот момент, когда он, может быть, тянулся, знаете, он же чувствовал, предвкушал, и вдруг эта нога, тух, и он думал, наверное, что он ногой отбил, чтобы побежать и схватить себе этот кошелек, да? А что они уже опытные. А он уже, видимо, опытный был человек. Не то, что он там, знаете, он уже имел такой опыт. Итак, друзья, почему же испугались сыновья Иакова и сам Иаков? Чего они испугались? Что им потом обвинят в воровстве. Они боялись обвинения. Иосиф позже не обвинил их в воровстве, но зачем он приказал вернуть им серебро? Испытывал их. Испытывал их. Интересно, они увидели в этом наказание от Бога. Вы представляете? За прошлое зло по отношению к Иосифу. А Иосифа, они, смотрите, интересно, Иосифа они продали за серебро и радовались. А теперь, найдя серебро, они что? Такой интересный парадокс, да, в их жизни. Казалось бы, что то, что они так хотели когда-то, теперь не приносит им радости. Знаете, друзья, серебро не принесет нам радости, когда придет Христос. Если у вас останется серебро, не использованное в деле Божьем, это не принесет вам радости. Это для нас тоже с вами урок. И когда мы со своей стороны, знаете, один брат наш рассказывал, он говорит, что, имея бизнес определенный, и он говорит, я понимаю, что когда придет Христос, он спросит у меня за те средства, которые у меня остались неистрачены на дело Божье. И я вот думаю, а как у меня? Останется ли у меня какой-то запас денежный, который я не использую на дело Божье? Буду ли я радоваться, когда придет Христос? Когда он спросит, скажет, послушай, я дал тебе средства, что ты с ними сделал? Ты их закопал или вложил в дело Божье? Каждый из нас стоит перед выбором, как правильно поступить. И вот тогда эти ребята, серебро им не принесло радости, но привезло им страх. А, конечно, может быть, другая ситуация, но сам смысл, я думаю. Что переживал Яков, потерявший любимую жену, любимого сына, одного из старших сыновей, и теперь ему предлагают отправить в опасное путешествие самого младшего сына, ставшим его утешением? И сказал им Яков отец их, вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Все это на меня. Почему Яков говорит такие слова своим сыновьям, что они лишили его детей? Как вы думаете? Давид, почему он говорит, вы лишили меня детей? Данила, почему он так сказал? Потому что он не хотел говорить, что он отправлял всех. Ну, ты какая, ну, ладно, ты все знаешь, хорошо. Яков знал, он знал, что они причастны к пропаже Иосифа? Не знал. Наверное, нет. Может, он догадывался, где-то подозревал, но он точно не знал. Или он от своей ответственности перекладывает на сыновей. Кто послал Иосифа к братьям? Давайте вспомним. Яков отправил. А кто послал 10 сыновей, включая Симеона в Египет? Яков. Яков. То почему Яков говорит, вы лишили меня детей? Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина хотите взять? Что происходит в голове Якова? Яков имел такую же проблему, как и многие из вас, друзья. Мне хотелось бы сказать из вас, а не из нас. А какая проблема? Он перекладывает ответственность за принятие решения на других. Но, к сожалению, эта проблема не только у вас, но она даже и у меня есть. Что когда что-то делается не так, как я бы хотел, то мне хочется сказать, это вы виноваты во всем. Да что же вы натворили-то? Яков говорит, вы лишили меня детей. Как же мы лишили, да? Иосифа. Иосифа он отправляет. Иго он отправляет. И теперь в этой ситуации ему хочется переложить ответственность, друзья. И о чем у нас это учит? Знаете, о чем у нас это учит? Что когда в нашей жизни трудности, они показывают наше настоящее состояние сердца. И вот когда в нашей жизни происходят трудности, останьтесь порядочными людьми. Возьмите ответственность на себя, не перекладывайте ее на других. Скажите, что я виноват, моя вина, значит, ну раз так надо уже, пусть Господь и направляет. Да, пожалуйста. Ну, вина и ответственность это разные вещи. Вина и ответственность, ага. Я, допустим, я утром выхожу и у меня младенец туда подбросил под дверь. Моей вины в этом нет. Кого подбросили? Ну, младенец какого. Ребенка? Да, ребенка. Подкидываешь? Моей подкидываю. Моей вины в этом нет. Но ответственность моя, как я поступлю, что я сделаю въезд. Ага. Или мне наступили на ногу в троллейбусе. В общем, в общем, то, что нога у меня болит, это не моя вина. Но как я отреагирую? Благословлю этого человека или прокляну? Это моя ответственность. Ну, это очень вы глубоко копнули, Андрей. Спасибо большое. Видите, вина и ответственность. Думал на эту тему. Да, да, да. Реагирую. Ну, в ситуации, когда братья вернулись, да, теперь ответственность и вина на ком. Да, вот он же... Да, яков получается, он их и отправляет. И теперь, получается, он получает. Но я по-человечески. Я же понимаю, что не то, что Яков такой плохой, а мы так хорошо, что мы не такие. Да, как здорово. Вот Вера, она никогда ни на кого ответственность не переложит, да. Или там кто-то из нас, друзья, да. А происходит-то как? Когда что-то не так, это именно. Я помню историю, как мне мой брат рассказывал. Его мама, двоюродный брат, его мама потеряла деньги. Зарплаты, знаете, как женщины. Она иногда это так спрячет, так спрячет тайниковое место, что никто не найдет. Она хочет, чтобы никто не нашел. А потом, когда она найти не может, как же я так спрятал? Она же, а хотела же, чтобы никто не нашел и сама уже не может найти, да. И она заходит, знаете, в комнату к нему и говорит, Сережа, я деньги, помню, тебе давала. Она говорит, слушайте, давала ему деньги. Он говорит, чего? Она говорит, деньги давал, я не помню, куда ты их делал? Напомни, куда ты деньги делал? Он говорит, чего ты мне давал? Ничего ты мне не давала. И как-то он с мамой так это, дал понять, что он все помнит, у него память лучше. Она говорит, да, ну ладно. Он говорит, слышу, по коридору зашла к соседнюю комнату. Дочери говорит, доченька, я помню, я тебе денег давала. Она говорит, чего? Когда мы чувствуем, надо найти крайнего, кто же эти деньги делал. Но на самом деле, потом нашлись эти деньги, когда уже девальвация прошла. Включаем видеокамеру. Ой, я как-то садил в машине. Я говорю, а что тут бучу поднял? Почему ты всегда был? Ну вот видите, да, вам... Ну и у меня такие тоже всегда. О, а вот это самое ценное, что и вы признаете своими, слава богу, да. Потому что можно сказать, какой у меня только муж все, да. Ну и мы так бывает делаем. Мы делаем. И в этих случаях что надо делать? Трехлитровый банк. Да нет, не трехлитровый банк. Я говорю про то, что когда в нашей... Ну она же так не в банк ложила, да. Нам нужно молиться в этот момент, спросить, господи, что, как правильно реагировать в этой ситуации. Я вам скажу, вот этот... Что произошло при грехопадении Адама и Евы, вы помните? Когда Ева, когда бог обличает Еву, она перекладывает вину на бога, на обстоятельства и на мужа. И вот это то, что происходит в жизни каждого человека. Когда мы перекладываем ответственность на обстоятельства, на людей и на бога. А мы не должны этого делать. Мы должны признать свое положение настоящее. И если действительно кто-то виноват, бог восполнит. Но надо иметь силу в себе и мужество, не перекладывать ответственность на других. Итак, это еще один урок мы извлекли. И сказал Руим отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе. Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в котором вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Ну и здесь хочется, да, небольшую остановку сделать по поводу предложения Руима. Как бы вам такое предложение Руима? Я вообще, вот я сколько перечитал комментаторов, никто не смог его похвалить за это. Все просто пишут, безумная идея какая-то. Знаете, может бывает, человек в каком-то порыве чувств выговорил хоть что-то. До этого, ну один из старших, да, он не самый старший. Просто я так анализирую, знаете, почему он так сказал? Ну, как мне показалось, что Иаков на тот момент сказал, что одного сына не стало, и второго Симеона не стало. И вы хотите еще, чтобы я Вениамина отправил? То есть речь шла про двух сыновей. И этот говорит, ну хочешь, убей моих двух сыновей, что как бы, ну как бы, ну то же самое, ну надо же решать проблему как-то. Давайте уже, потому что мы тут либо все умрем, он как бы это подоплеку такую, но при этом такое решение предлагает, которое в здравом уме человек не примет. И Иаков, он говорит, даже, я вообще, давайте закроем эту тему, не надо нам об этом говорить. Но это не оправдывает, конечно, неправильных решений. Знаете, я скажу, что мы разберем эту тему, может быть, чуть подробнее потом, что если мы какие-то предложения делаем, то они должны быть взвешены, рациональны и разумны. Молился ли Якову Богу по этому вопросу? Задавал ли он себе вопрос, почему в его жизни все это происходит? Догадывался ли он, почему это все с ним? Боялся ли Яков, будучи его, будучи верующим человеком? Когда Яков думал, что Бог молчит, то на самом деле Бог через обстоятельства решал все его проблемы. Но решения от Бога воспринимались Яковым как молчание Бога и новые проблемы. Вам нравится это предложение, друзья? Очень хорошо, чтобы вы себе его запомнили, потому что это поможет вам в дальнейшем избежать разочарования, обиды на Бога. Потому что когда Бог берется за ваше дело, это не означает, что оно будет решаться так, как вы хотите. Бог его решит гораздо лучше, а нам со своей стороны нужно довериться Ему. Я еще раз прочитаю. Когда Яков думал, что Бог молчит, то на самом деле Бог через обстоятельства решал все его проблемы. Но решения от Бога воспринимались Яковым как молчание Бога и новые проблемы. Это история для каждого из нас, чтобы мы всецело научились доверять Богу. Вам понравилась эта проповедь, друзья? Мне очень хочется, чтобы она вам была полезна в жизни. Потому что это проповедь и для меня, для каждого из нас, чтобы когда в нашей жизни будут трудности, страх мы должны изгонять. Давайте выводы подведем. Страха не должно быть в нашей жизни. Сестричка, а вы можете потом прокомментировать, потому что оно все слышно будет на записи. Я хочу итоги, чтобы мы подвели, что страха не должно быть. Вот мы читаем эти истории библейские, они нас учат чему? Когда какие-то события происходят, благодарите Бога. Даже не понимая почему, просто благодарите. Боже, ты знаешь, зачем это нужно, пусть так и будет. Не перекладывайте ответственность на других людей, не обвиняйте других людей. Принимайте решения на себя и скажите, Боже, может я поступил неправильно? Ты прости, дай мне мудрости в дальнейшем поступать. И когда в нашем случае, когда нам будет казаться, что Бог молчит, даже не сомневайтесь. Бог не молчит. Он решает ваш вопрос. И даже те обстоятельства, которые кажутся против нас, они направлены на наше благополучие. И для того, чтобы нам не сомневаться в Божьей любви, друзья, изучайте библейские уроки. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, разошлите ее вашим друзьям и близким по соцсетям и группам. Поставьте лайки, напишите хотя бы небольшой комментарий. Таким образом, видео станет более популярным, и его смогут увидеть большее количество людей. И кто знает, возможно, благодаря вашему участию, ни одна душа обретет вечность, слушая ценные вопросы, связанные со священным писанием. Божьих вам благословений. Спасибо за ваше участие. Я предлагаю вам изучать библейские уроки через интернет. И подписывайтесь на эти уроки, и проводите сами такие уроки, друзья. Потому что сегодня время, когда нам надо безошибочно идти по жизни. И для того, чтобы нам безошибочно идти по жизни, мы должны точно знать инструкцию. Инструкцию жизни. Слово Божие. Священное Писание. Наши братья-пасторы разработали очень хорошие библейские уроки, которые позволяют нам шаг за шагом понимать, как работает Господь. Понимать Его голос в нашей жизни. Изучайте библейские уроки. Пусть Господь обильно вас благословит. А сейчас приглашаю вас к молитве. Дорогой наш Отец Небесный, мы очень благодарны Тебе за Твою великую любовь и жертву. Мы благодарны, что Ты даешь нам столько прекрасных библейских уроков, которые помогут нам в нашей повседневной жизни, встречаясь с трудностями, не сомневаться в Твоей любви. Дорогой Господь, научи нас быть верными Тебе с мелочей. Даруй нам эту мудрость и эту проницательность, Господи, чтобы, изучая Священное Слово, мы могли, видя, как это было в прошлом, понимать, что так же будет и в нашей жизни. Потому что Ты как раньше любил людей, так Ты любишь и сегодня. Господи, благослови нас быть верными Твоими детьми, и чтобы мы выполнили ту миссию, ради которой Ты подарил нам эту жизнь. Молитва имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok